Отопительный сезон еще не закончился, но сотрудники Тиростеплоэнерго уже готовятся к следующей зиме. В республике полным ходом идет реализация программы по капитальному ремонту внутридомовых сетей. Меняются подземные коммуникации, а также восстанавливаются центральные котельные. Что делают специалисты для того, чтобы преднестровцы не замерзали в своих квартирах, узнавал Валентин Васильев. В этой столичной многоэтажке уже больше недели нет горячей воды. Однако жильцы не жалуются, знают – в подвале меняют трубы. Постоянно проблемы были. А все замены трубы будут превосходны. Потерпим. Бывало, их уже терпели. Новые полипропиленовые трубы должны избавить жителей дома от стандартных проблем, связанных с прорывами и затоплением подвалов. Такая труба, говорят специалисты, не ржавеет, не забивается, а значит и вода в кране будет чистой. А главное – срок службы новинки. Как говорит завод-изготовитель, 50 лет гарантии трубе. А там будем жить, будем видеть. Работы проводятся за счет тех самых 6-7 копеек, которые вписаны в коммунальные квитанции. Управляющая компания приобретает материал, теплосети проводят саму работу. Причем бесплатно. Управляющая компания на сегодняшний день согласовала нам план. Существует утвержденный объем работ. По республике это в виде 70 жилых домов мы берем на капитальный ремонт в этом году. На сегодняшний день уже выполнен капитальный ремонт в 10 домах, где заменены сети горячего водоснабжения. И 6 жилых домов у нас сейчас находятся в ремонтной, как говорится, стадии. Таких капитальных ремонтов до 2012 года не было ни в одном доме, подчеркивают специалисты. Программа по республике стартовала 2 года назад. Только в минувшем году капитальный ремонт по замене труб провели более чем в 30 многоэтажках Приднестровья. Перекопанный двор и звон железа, как своеобразный вестник капитального ремонта внутридомовых сетей. В Тиростеплоэнерго завели хорошую традицию. Прежде чем начать ремонт внутри дома, ремонтируются подводы к самому зданию. Работы предусмотрены инвестпрограммой предприятия. Только по терраспольскому филиалу на ее реализацию заложено почти полтора миллиона рублей. Дополнительно к внутридомовым сетям мы выполняем капитальный ремонт вводов по отоплению и горячему водоснабжению. То есть, что это означает? Это мы меняем за свои средства, за свой материал. Уже выполняем объем от тепловых камер до ввода в дом. А это сердце горячего водоснабжения столицы. Огромный котел сейчас находится без обмуровки. Идет ремонт внутренних труб, по которым прогоняется и нагревается вода. Дальная котельная обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть города, северную, юго-западную часть и до лезьгородка включительно. Протяженность труб, находящихся внутри котла, измеряется десятками, а иногда и сотнями километров. Работы предстоит немало, поэтому начали еще до окончания отопительного сезона. По словам специалистов, на подачу горячей воды в город это не повлияет. Таких котлов работает несколько. Один из котлов, на котором ведутся работы, введен в эксплуатацию в 1972 году. Состояние труб, обнаруженных после вскрытия обмуровки, оставляет желать лучшего. Помимо прочего, у предприятия есть планы по другим профилактическим и плановым работам, среди которых ремонты котельных в городах республики, а также строительство новой локальной котельной в селе Чебручи.